Про Рогозиной же я обязательно должен сказать, это потрясающая история. Новая газета выпустила репортаж, и для нас был очень важен, потому что мы тоже немножко этой темой занимались, только с другой стороны. Мы не занимались родственниками Рогозина, но нас, конечно, заинтересовалась ситуация, при которой миллиард рублей был потрачен на тепловизоры, совершенно необходимые разновидности муниции для российской армии, совершенно ключевая в современных боевых условиях. Миллиард потратили и не получили ничего. И через несколько разных итераций акции компании, в которые были вложены гигантские деньги, они принадлежат сыну одного из руководителей ФСБ, а в совете директоров этой компании сидит племянник Рогозина, и с этим племянником Рогозином просто произошла юмористическая клоунада. Я Дмитрия Рогозина немножко знаю лично, к нему по-разному можно относиться, но, в общем-то, он человек такой хитрый, умный и довольно хорошо разбирается в пиаре, что можно сказать и что нельзя сказать. И тут, я не знаю, у них там какое-то в правительстве отупление, что ли, происходит, потому что Рогозин, ну классика произошла с ним. Новая газета выпустила это расследование, почитайте, кстати говоря, очень хорошее. Рогозин начал их опровергать и сказал, что у меня нет никакого племянника, и никогда не было новая газета «Учитим отчасть». Но вы можете найти до сих пор огромное количество скриншотов, ведь Дмитрий Рогозин гордится своими родственниками. Он много раз писал про своего племянника. Видите, был просто набор твитов, фото этого племянника, поздравления его с различными действиями. И когда, естественно, разгорелся скандал, Рогозин сказал, что никакого племянника у меня не было, и удалил все эти твиты. Но стало еще смешнее, потому что он же международный такой чувак. Смотрите, скриншот висит, и эти скриншоты везде публиковали, потому что Дмитрий Олегович такой любитель пошутить. Он начал троллить журналистов и говорить о том, что я позвонил своей тетке, спросил, рожала ли ты мне племянника, а она сказала, что не рожала, ха-ха-ха. Но англоязычный твиттер свой Рогозин забыл удалить, и там тоже заполнено все воспоминаниями о племяннике, ну то есть есть племянник. Дальше Дмитрий Олегович начал совершать какие-то самые настоящие хаотические действия. Он сначала удалил свой Фейсбук, а доступ к Твиттеру сделал ограниченным, поэтому он удалил англоязычный Твиттер. Потом он удалил вообще, удаленный Фейсбук восстановил, но закрыл его, и Твиттер он тоже свой закрыл. И мы сейчас просто не можем наслаждаться его прекрасными твиттерами, такими как про батуты американскую ракету. Помните, он хвалился, говорил, что американцы вообще ничего не могут, или всякими душераздирающими заявлениями о том, чтобы бы все отдал бы за то, чтобы из этого теплого правительства местечко оказаться в окопе Славянска. И это жал. Он лишил нас многого, я на него давно подписан, но он меня удалил, поэтому я не смогу этим всем насладиться. Это все довольно смешно, это такой медийный провал Дмитрия Рогозина, но миллиард рублей пропал, тепловизоров нет. Фирма, в которую вкачали миллиард рублей, принадлежит сыну генерала ФСБ. В совете директоров сидит этот племянник, но объясните нам, Дмитрий Олегович, объясните нам правительство, объясните нам ФСБ, что произошло, куда ушел миллиард. Все военные эксперты, ну собственно говоря, это даже не отрицает сам оборонно-промышленный комплекс России, что не получилось ничего у него с тепловизорами. Это вот Путин может рассказывать сказки про какую-то суперракету только на федеральном собрании тепловизоров, которые, ну прямо скажем, менее технологичное производство, чем ракета с ядерным двигателем, не получилось сделать. Получилось растащить деньги. Конечно, нам всем бы очень хотелось, чтобы эта история закончилась чем-то другим, чем просто удалением твиттеров и фейсбуков и всякими комичными вот этими штуками. Мы хотим получить ответ, куда вы дели миллиард рублей и почему ваши родственники вдруг занимаются производством тепловизоров, хотя они вообще к этому не должны иметь никакого отношения. Ну то есть это важнейшее такая коррупционное проявление, на которое у нас нет никаких ответов.